Всем привет! Мы находимся в магазине Dessort и сегодня у нас очередной видео обзор. Он посвящен кварц винилу. Это бренд Art East. И сегодня я буду, ну, немного расскажу о бренде в целом и расскажу об их клеевых коллекциях. Сегодня начинаю с этого. Значит, что это за бренд Art East? Это китайский бренд. Долгое время в интернете рассказывали, что это Южная Корея. Это неправда. Вся продукция делается в Китае. Ну, сегодня вроде уже как-то ушло это, поверье, про Южную Корею. Плитка сделана в космологии LVT. Что это за технологии? Я подробно рассказываю в своих видеоуроках, но здесь кратко коснусь. То есть это клеевая, мягкая, гибкая виниловая плитка, в основе которой есть стеклохолст. Из особенностей этой плитки можно укладывать на любых площадях без порогов, можно укладывать на теплый пол, но пол нужен очень ровный. Если у вас будут неровности, вы через такую плитку все увидите. Воды не боится, можно укладывать в ванную комнату спокойно. В мокрых зонах желательно сверху закрыть специальным лаком. Об этом я рассказывал тоже в отдельном видео, как укладывать виниловая плитка в ванной комнате. То есть здесь никаких, в принципе, особенностей нет. На текущий момент есть три коллекции. Есть коллекция, которая называется Tile Fit. Это коллекция толщиной 2 мм. У нее есть дизайн под дерево. Самая бюджетная коллекция. 0,3 защита 2 мм. Где использовать? Использовать ее для дома в первую очередь. В офисе слабовата. Защита 0,3. Всегда меня просят сравнить с кем-то, с каким-то другим производителем. Кто лучше, кто хуже. Давайте я это сделаю. Найду вам ближайших конкурентов. Это, наверное, ближайший конкурент. Это Таркетовский New Age. В принципе, сопоставимые вполне продукты. Ну, и по цене более или менее похожи. Может быть, там, New Age чуть подешевле. Защита у New Age чуть побольше 0,4. Они и там, и там без фаски. Геометрия. Геометрия так. В целом, геометрия у Таркетов, наверное, такая же. Но некоторые партии у Artile могут быть с геометрией похуже. Но это встречается иногда. Работать с ним при этом можно. Ну, просто укладчику будет необходимо попотеть подольше. Значит, тиснение на них есть. Оно не глубокое. Поэтому, в принципе, устойчивость к царапинам у них, как у всего LVT, там, не чудесная. Но тоже вполне сравним и с Таркетом, и с какими-то другими китайскими производителями. Если мы возьмем других китайских продавителей клеевого LVT, например, у нас в магазине есть Alpine, есть Vinylam. Alpine, на мой взгляд, дизайн выглядит поинтереснее, чем здесь. То есть, здесь дизайн как на уровне Таркета. Дизайн выглядит поинтереснее, но и плитка стоит подороже. Если мы с вами возьмем Vinylam, там, безусловно, он стоит уже намного дороже. Не подороже, а намного дороже. Дизайн там тоже интереснее. Ну, и по качеству Vinylam, наверное, из китайцев одна из самых таких стабильных коллекций. Но и самая дорогая. Значит, следующая коллекция, которая у них есть, это коллекция называется HIT. Тут уже толщина 2,5 мм, защитный слой 0,5. То есть, это такой стандарт коммерческой плитки. У бельгийцев такие же показатели, у таких же показателей у Vinylam, у Alpine Flora примерно. То есть, но при этом все то же самое. Разница такая же. Дизайн попроще, стоит чуть-чуть подешевле, чем Vinylam. Ну, значительно дешевле, чем... Извиняюсь, чуть-чуть подешевле, чем Alpine и значительно дешевле, чем Vinylam. У Таркета есть коллекции, уже скажем так, коммерческого уровня совсем, с защитой 0,7. При этом они стоят примерно столько же, даже чуть дешевле. То есть, тут у вас выбор. Нашли дизайн, который вам нравится из ArtTile. Кстати, вот маленькая ремарка. Значит, бренд называется Artist. Все клеевые позиции называются ArtTile. А замковые, о них потом в другом видео расскажу, называется ArtStone. Все замковые у них сделаны, почти все, по технологии SPC. Значит, вот это была коллекция ArtHit. Есть коллекция HIT-S. Там просто дизайн это под камер. Вот это. Значит, на что стоит еще обратить внимание. Есть дизайны необычные. То есть, ну вот, такая вот береза Божжоре. Ну вот, например. Можно найти что-то уникальное. Так же, как у Таркета, ну и у других производителей всей плитки сейчас, достаточно большая разница есть в некоторых дизайнах, в перепадах между цветами. Не всегда точно видно на образце, поэтому надо внимательно рассматривать и фотографии в интернете, и что-то еще. Потому что есть, ну вот это, условно говоря, прям желтая насыщенная планка, а это такая серо-желтая. Для чего это сделано? Это сделано, чтобы выглядела ваша виниловая плитка более похожа на натуральное дерево. Потому что она тоже не бывает одинаковым. Если возьмете паркет, одна доска светлее, другая темнее натуральный. Это с одной стороны, с другой стороны все производители страхуются от разнотонок. Каждая партия чуть-чуть одна отличается от другой. Так устроено производство. И вот поэтому, чтобы... И в образце по этому планке они делают с отличиями одна от другой. Чтобы в итоге было меньше претензий, что образец сильный или слабо отличается от пришедшего... Товара. Значит, ну давайте пока еще маленькую ремарку сделаем. В качестве рекламы. Значит, ну даже не рекламы. Если у вас есть вопросы там по виниловой плитке, по любым полам, под этим видео есть ссылка на наш телеграм-канал, который называется Desort Полы. Мы это обсуждаем, вопросы. Если у вас вопросы там личного характера, вы хотите что-то купить по цене, есть ссылки на WhatsApp, чат, на Telegram чат. Обращайтесь. Мы доставляем вот эту клеевую виниловую плитку практически по всей стране. Зачастую бесплатно это происходит. И другую, другой кварц-винил тоже. Склады есть в разных регионах. Значит, теперь о чем еще. Я сказал, что можно с теплой полы, вода, все не боится, но это относится ко всей клеевой виниловой плитке. Что нужно понимать? До скольки можно греть? Греть можно, если мы откроем нормативные документы, до 28 градусов. Почему до 28 градусов? Потому что, если вы нагреете больше, из нее ничего плохого выделяться не будет. Но ходить по ней, по горячей плитке, постоянно вредно. Поэтому санитарные нормы и правила ограничивают нас в нагреве полов. Мы там врубили 35, нам холодно дома. И вот мы ходим там 3 месяца по такому горячему полу. Вроде хорошо, но для организма это вредно. То есть у нас перегревается организм. Поэтому это ограничение как раз 28 градусов. Если вам нужно это кратковременно нагреть, там стало совсем дома холодно до 35, да пожалуйста грейте, ничего из нее вредно выделяться не будет. На солнце там темный дизайн до 60 градусов нагревается. И там на полу под солнышком, сквозь стекло. И ничего страшного не происходит. Поэтому, пожалуйста, грейте. Про то, на что приклеить, на какие основания можно клеить. То есть к ним требуем. Есть отдельное видео, какой клей использовать. Тоже есть отдельное видео. Но в двух словах. Основание должно быть по нормативам. Это либо там бетонное, либо там высокопрочный гипс. И все другое, это уже не соответствует нормативам. Но по факту можно положить и на ДСП, и на ДВСП, и на сухой пол. Да, вы потеряете там гарантию от производителя, условно говоря. Но если вы все хорошо протянете, у вас пол гулять не будет, приклеить туда все это можно и будет стоять. У нас в старом магазине там несколько лет стоял на ГВЛ, ну на сухом полу, на узком, так, такие продукты. Ну там проходимость большая, мебель таскаешь, все было нормально. То есть опыт есть. У меня у товарища уже там вот с первого запуска Таркета коллекции Нью Эйдж стоит виниловая плитка. Там прошло уже 15-16 лет, не знаю. Ну примерно 100, уже может и 17. Тоже лежит по сухому полу, я бываю часто, все с ней хорошо. По поводу клея. Мы всегда рекомендуем использовать реактивируемый клей, чтобы... В чем прелесть этой плитки, виниловый клеевой? Если вы испортили одну планку, вы погрели феном на реактивируемом клей строительном, ну или просто нагрели ее там, как вы смогли дома, через тряпку, утюгом, сняли, помыли пол, вклеили на место другую плашку. То есть не нужно геморрой, как с замком, там разбирать все до конца. Если вы решили избавиться от этого пола, то можно также снять все, и не надо отдирать это вместе там с вашим основанием. В принципе на этом все. Приходите к нам в магазин, делайте покупки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok